С вашего позволения я продолжу. В перерыве ко мне поступили вопросы о том, что вот я ругаю, ругаю всю эту эллиптическую, а на самом деле, может быть, ничего и нет. Вторая часть как раз будет посвящена этому вопросу, физическому смыслу всей кинематики, о которой раньше думали Самоцкий, Гиппарг и Коперник. В предыдущем докладе уже было сказано, что некоторые феномены эллиптической модели и теоретический вопрос, который используется при расчете эфемерит, их нельзя физически объяснить, потому что нет таких вот тел, которые медленно шли где-то там или внутрь, или снаружи и поддерживали все более тысячи возмущений. Должна быть какая-то физическая модель, которая объяснит вот это медленное движение возмущающих потенциалов, парное, в разные стороны, кинематику, которую поддерживало прямое обратное движение, силу и фрактальность. И попробуем доказать теорему, которую предложил. То есть все параметры вращения Земли являются следствием ее эпициклических движений. То есть той кинематической модели, которая, по-моему, по-моему, и является двигательной силой эпициклической кинематической модели. Для этого я обращу ваше внимание на некоторые моменты прошлого доклада на прошлой конференции и скажу о модели, которую я там предлагал ранее, о правилах построения спирального канала как суперпозиции витовых движений. Для электрических и магнитных линий спиральный канал будет представлять следующее. Линии электрического поля предлагаются как суперпозиции витовых движений только левого направления, а линии H, то есть линии магнитного поля, как суперпозиции винтовых движений только правого направления. Математическая часть изложена вот в этих двух уравнениях, которые предполагают изменение, то есть динамику всего спирального канала, их радиусы, наклоны, длина шага, длина линии, а скорость предлагается вот по этой формуле, скорость в линии. Скорость в линии. И будет такой же, как и для радиусов, график такой же, как и для радиусов, потому что в принципе и в том и в другом случае есть обратные пропорции от тангенса угла наклона с собой винтовой. То есть есть две последовательности эпициклов, четные и нечетные, скорость которых изменяется от очень большой, в одном из них, допустим, в четных, от очень большой до очень маленькой, а когда в нечетном, от очень маленькой до очень большой. В средней части это 45 градусов, углы наколаны во всех линиях, винтовых линиях, каждая последовательность винтовой линии под 45 градусов, тогда их скорости равны вот этому числу. Согласно принимаемой модели. В этом случае, когда у нас есть спиральный канал, суперпозинции, винтовых движений, то есть каждое движение является правым, на него намотана правая спираль, на нее правая и так далее, и так далее, допустим, для магнитной линии, как феномен, как происходит так, что вокруг усиления или уменьшения напряженности магнитного поля возникает вихрево-электрическая линия, вихрево-электрическое поле. Применяя предлагаемое положение, то, что линия магнитного поля является спиральным каналом, где все правые движения, на элементарной модели с правой винтовой, можно показать, что при увеличении напряженности вектор ротора под драматурный эффект будет влево. Это закон Максвелла. А при уменьшении напряженности вправо есть, да? Тогда, допустим, во второй линии происходит усиление напряженности, и вектор роторов под драматурный эффект воображенной плоскости будет влево. А тогда в линии 3, в ней будет ослабление напряженности поля, и вектор кондромоторного эффекта будет вправо. Но для плоскости, для пространства, для среды вокруг воображенной плоскости П, в точке пересечения линии и плоскости, движение это будет для этого движения лево-винтовой. То есть получается лево-винтовая линия электрического поля. Таким образом, мы получаем, что в предлагаемой модели у нас есть набор эпициклических движений в том месте пространства, который мы рассматриваем, где изменяется напряженность в линии, в спиральном канале. Но тогда у нас получается, что эти движения должны предполагать не только роторов в какой-то плоскости, но и движения вокруг этого вектора. Тогда для материальных точек должно быть не только изменение по долготе, но и по широте. Рассмотрим для собственных движений Земли, то есть в доказательстве теоремы. А если собственные движения у Земли? Возьмем координаты широты Луны и Солнца и совместим их на одном графике. Мы видим, что есть изменения разной периодичности. Это длинные периодные изменения 173 и примерно 430 средних солнечных суток. Если мы рассмотрим этот график более широко, раздвинем, то увидим, что движение малой периодичности для координат широты Солнца и Луны происходит синхронно. То есть, если мы применим метод трех тел, то есть есть у нас наблюдатель и два каких-то других тела, то при изменении наблюдателем его положения относительно плоскости эклиптики координаты широты Луны и Солнца должны меняться синхронно. Мы это видим. То есть, движения с периодичностью драконического периода 27-21 принадлежат Земле, так как координаты широты Солнца и Луны меняются синхронно. Причем эта синхронность продолжается не только для графиков малых производных, но и для производной 16-й степени от координат. Мы видим вот эту периодичность примерно четверо солнечных суток. И координаты Солнца и Луны 16-й степени, производной 16-й степени, координат эклиптических координат Солнца и Луны изменяются синхронно, с небольшим изменением. Есть небольшое отличие, но они происходят синхронно. То есть, от 27 суток до самых малых периодов изменение широты принадлежит именно Земле, а не Солнцу или Луне. То есть, мы продвигаемся в направлении доказательств и теоремы о том, что все параметры вращения Земли принадлежат эпициклическим движениям именно наблюдателя. Теперь докажем то, что кроме изменения по широте происходит изменение того же периода, примерно 27 солнечных суток и в плоскости эклиптики. Для этого опять воспользуется методом трех тел, но самое главное, вооружимся методом для доказательства этого. Дело в том, что когда у нас есть направление основного движения и какие-то дополнительные эпициклы, допустим, совпадающие по направлению с основным движением или противоположного обратного направления, графики долготы и эклиптической долготы и широты другого тела будут наблюдаться по-разному. Дело в том, что когда у нас есть эпицикл, совпадающий с основным движением, у нас график долготы опережает график удаленности, график удаленности опережает график долготы. А когда у нас есть эпицикл противоположного и основного направления, у нас график долготы, график ускорения эклиптических координат и график удаленности до тела. Но это происходит по тому же самому методу. Это добавление или вычитание дополнительной скорости, круговой скорости. Если мы возьмем графики долготы, удаленности и широты эклиптической координат Луны, в этом графике Луны и Солнца, то у нас график долготы, второй производный атлетический координат долготы опережает график удаленности. То есть у нас есть движение, собственное движение наблюдателя по часовой стрелке, то есть противоположное основному. То есть справедлив вот этот график, когда график долготы опережает удаленность. То есть у нас есть движение эпицикл по... И его длительность сравнима с графиком удаленности, то есть перегея, то есть изменение удаленности между Землей и Луной. Если эта зависимость будет продолжаться всегда. Здесь вот для... Очень нечетко. Для разных лет. Здесь 2002 год, 2010, 2011. И мы видим, что график широты будет иметь различные фазы относительно других графиков. То есть график изменения широты будет 27,21, а график изменения удаленности 27,54. Поэтому происходит опережение графика широты. Если предлагать модель в логике эпициклических движений, то, очевидно, следовало бы предположить, что у нас есть движение. Есть какое-то основное движение, и вокруг него должен быть эпицикл, который мы видели, что он имеет вращение именно в обратную сторону. И это эти два движения, пара движений, очевидно, будут вокруг Луны. Рассматривая вопрос, а какого же радиуса это движение? Для 2 июля 2016 года простой обыкновенный расчет говорит о том, что радиус этого движения, вот этот радиус, 37 тысяч километров. Ну, естественно, что когда мы говорим о модели, в которой много эпициклов, то 37 тысяч – это суммарное расстояние, в котором участвуют все движения. А какие движения? Для этого нужно рассмотреть, продифференцировать координаты Луны до более дальших степеней. до более дальших степеней. И тогда увидим, что если у нас в случае, когда периоды сравнимы с периодом драконическим, то есть изменение по широте, то уже и то уже при производной десятой степени у нас периоды уменьшаются. 9, 8 и 7. 9 – это долгота, 8 – удаленность, период суток, суток, изменение. И 7 по широте. А вот уже при производной 14 степени изменения произошли существенные. 7, 5, 5. И вспоминая графики опережения долготы и удаленности, следует сказать, что здесь долгота опережает удаленность, а здесь удаленность уже опережает долготу. То есть мы можем с помощью этого метода увидеть не только период, но и направление движения, то, которое используется в эфемерридах. Я не скажу, что это именно так, а в эфемерридах эфемериды дают именно такое. это соотношение между угодой и удаленность сохраняется вот здесь вот у меня до 24 степени. фундаментальным аргументом при расчете всех нутационных гармоник в эфемерридах считается долгота, средняя долгота восходящего узла орбиты Луны. Но так как мы определили, что широта изменяется только наблюдателем, в основном наблюдателем, то значит это изменение широты, то есть вот это время движения узла изменения широты, то есть место прохождения эклиптики наблюдателем, оно меняется в пространстве по относительно сферы звезд с какой-то скоростью. И этот фундаментальный аргумент естественно должен учитываться в эфемерридах. Почему? Потому что это движение самой Земли, но следует сказать, что у меня нет окончательной модели для его решения. у меня есть только предположительный вариант, может быть послушать дальнейшим толчком для других героев, которые найдут эту зависимость. Дело в том, что у нас период биения между двумя периодами синодическим и периодом 29,40 равен используемому периодом изменения положения узла. И период биения между изменением положения координаты Луны относительно сферы звезд, относительно наблюдателя, и изменением широты наблюдателя, то есть драконический период, период обратного эпицикла, также равен. Поэтому окончательного решения предложить не могу. А предварительное у нас есть два движения пара с периодом 27,002 средних солнечных суток и период, тот, который определен как изменение широты, то есть драконический период. Так как период изменения круговая скорость той несущей точки эпицикла у нас ведь не наблюдатель здесь, у нас здесь несущая точка эпицикла, вот, а наблюдатель вот здесь, то есть скорость несущей точки меньше, скорость движения Луны. Так, ошибка. вот так правильно скорость изменения положения несущей точки вокруг Луны а, вру, извините. так вот так правильно меньше, чем угловая скорость изменения точки, в которой приблизительно находится Луна, и вот этот угол и является смещением, которое позволяет изменяться направлению времени пересечения наблюдателем эклиптики, смещаться по часовой стрелке относительно того места, где находится Луна. Как-то так. Но, еще раз говорю, что это не окончательный мой вариант, все в стадии изучения. И, естественно, возникает существенный вопрос, на который сразу мне обратили внимание, что, если я говорю, что у нас есть какие-то точки, вокруг которых есть эпициклы, и наблюдатели не находятся в этих точках, то модель должна решать и этот вопрос. для этого хочу предложить вам решение Юрия Николаевича Иванова, которое он дал в своей работе ритмодинамика. Сокращаю. При разности частот двух осцилляторов они будут занимать положение, будут искать, изменяется положение узловых точек стоячей волны, и они будут искать это положение и получать ускорение. Разность частот Юрий Николаевич предлагает такой. Но здесь Юрий Николаевич использовал формулу для разности частот при биении волн на удаленность, то есть при их интерференции. А для стоячей волны я бы предложил полуразность и полусум так как уравнение стоячей волны их предполагает. Тогда используя эту добавку мы получаем вот такое число различия между частотами того поля, в котором находятся осцилляторы в веществе. и тогда это разница предполагает, что разница в периодах в их биении биение то есть полуразность предполагает вот то, что период биения будет 354,77 средних солнечных суток. А это не что иное, как 12 периодов синодического обращения Луны вокруг того места, где при визите находится наблюдатель относительно Солнца. То есть вопрос гравитации. Юрий Николаевич описывается именно разницей в частот осцилляторов того, того регулирующего поля, которое регулирует их колебаниями. оно это свойство предполагает стоячую волну. А стоячая волна образуется при их совместном действии. То есть должно быть встречное действие. Если есть встречное действие, то очевидно оно должно наблюдаться и должны наблюдаться силы, которые его регулируют. Да, действительно. Оказывается, что есть свидетельства и многие об этом знают. Есть свидетельства Мишина Александра Михайловича и конкретно в своей работе начала высшей физики. Александр Михайлович об этом говорит. Я сокращу, а то у меня там вообще много материала. Он коротко, что есть два движения в прямом и обратном направлении и как галактические, так и в пространстве Земли. То есть эти силы, они обладают фрактальными свойствами, они не только на галактических масштабах, но и естественно. То есть есть встречные движения. То есть теоретическая модель Юрия Николаевича и практические измерения Александра Михайловича подтверждают, что есть встречные движения. И поэтому между осцилляторами получается гравитационное взаимодействие. Но для этого должно быть, чтобы они осциллировали, а для этого должна быть какая-то сила, которая их регулирует. и она галактического масштаба. Рассматривая, а как же получается, что они вдруг стали взаимодействовать. Для этого нужно рассматривать другой момент, как колебательный контур. И вот здесь уже догладчики говорили, что в колебательном контуре есть две силы. Если рассматривать электромагнитный колебательный контур, как электрическое и магнитное взаимодействие действующих сил, то тогда мы получаем 16 независимых, неповторяющихся, элементарных, динамических, пространственных состояний. Внутри этого колебательного контура, если мы рассмотрим цепочку колебательных контур на линии во времени, то происходит увеличение напряжения, уменьшение напряженности, увеличение или уменьшение. Вот для колебательного контура магнитного и для электрического графики изменения этой напряженности будут различные. В магнитном изменении напряженности в магнитной будет опережать изменение электрической. А в электрическом наоборот изменение период изменения электрической будет обряжать магнитной. И когда мы рассматриваем эти изменения, то у нас получаются различные точки взаимодействия. То есть, если здесь есть усиление отрицательной напряженности, то в это время электрическая уменьшает свою напряженность. Здесь отрицательные магниты увеличиваются. Электрическая и так далее. И если мы это рассмотрим, то у нас получается четыре электрической линии один или другой и у магнитной другой или третий. И это сочетание у нас получается, что здесь у нас пундрамоторные эффекты совпадают, а здесь они противоположны. Получаются разные точки. Когда ротор пундрамоторные эффекты совпадают, это компактная система, ей больше ничего не надо. И так комфортно, комплементарно, там все совпадает, все отлично. А когда роторы не совпадают, это неустойчивое положение. Но когда в этом месте линии она пересекается другой линии, тоже с неустойчивым положением, получается сочетание по принципу планетарного редуктора. нет, нет, не надо, у меня много рисунков. Вот. Извините. Вот. Это сочетание позволяет нам сделать три поля, рассмотреть модель трех полей для магнитного, электрического и электромагнитного, то есть нулевого состояния, невозмущенного. в разных точках этих полей мы будем иметь разные сочетания. Когда у нас сочетание вот в таких точках, когда комплементарное, у нас получается вращение плоскости пересечения всех линий ребром вокруг линии основного распространения, где встречаются взаимодействуют линии. И получается модель квазара. в моментах, когда у нас пересекаются линии вот в точках неустойчиво, там есть одновременное движение, но роторы у них разные, и плоскость их сечения расположена и движется боком по отношению линии основного распространения. Это галактики. Но когда у нас в этих местах пересечения этих галактик пересекаются, они могут пересекаться различными в различной фазе линии их пересечения, и тогда будем иметь различные виды галактик. И вот это модель с полярным кольцом. уже не две месяца куда. Ну, вот. 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 Вот.